Спасибо, что пришли. Меня зовут Олег Бунин. Я вообще к темледу... Нет, я, конечно, имею отношение к темледу, но сейчас представлю людей, которые его делали. Я хотел спросить и сказать пару слов нам всех. Кто здесь темледы? Вот у кого есть люди в подчинении сейчас? Так, держите руку, если у вас, не знаю, больше трёх человек. Больше пяти человек. Больше семи человек. Так, больше десяти. Больше двадцати. Ага. Не знаю, больше ста. О. Ну, я к чему? Вот нас сейчас, нас сейчас здесь не полный зал. Нас сейчас человек двести. И вот только те люди, которые здесь присутствуют, ну, влияют собою, ну, на пару-тройку тысяч человек. Пару-тройку тысяч айтишников. И сейчас мы все знаем, что происходит за вот этими окнами в сорок метров, да? Чем дальше, тем хуже. И на нас, к сожалению, каждым днём всё больше и больше ответственности от того, как мы себя ведём, от того, как мы коммуницируем, как мы общаемся с народом. На что мы их вдохновляем, зависит не только рабочая деятельность, зависит от того, насколько они волнуются, тревожатся, насколько вообще там жизнь свою живут. Вот. Поэтому так вот получается, что наши, что Team Lead становится с каждым днём всё более и более важной конференцией. То, что мы здесь говорим именно про то, как работать с людьми. Как работать с людьми так, чтобы от этого выигрывали все стороны. Не только компания, но и люди. Чтобы всё, чтобы это был такой чистый, настоящий win-win. Вот. Поэтому настраиваемся. От нас очень много чего зависит. И я приглашаю на сцену руководителя программного комитета конференции Романа Ивлева и организатора, руководителя организаторов Арену Краеву. Они расскажут вам о том, как пользоваться конференцией. Привет, ребят. Раз. О, здесь звук. Привет. Спасибо, что пришли. Понедельник, день тяжёлый, как говорится, вместо работы, чтобы не поделаешь. Сейчас мы вам немножко расскажем про то, как будет устроено ближайшие два дня. Про то, что можно делать, где можно делать и что нужно делать. И, пожалуйста, внимательно послушайте, потому что от этого очень сильно зависит и успех нашего мероприятия, и успех вашего мероприятия. Поскольку явно есть цели, за которыми вы пришли, и для того, чтобы они были реализованы, мы попробуем сейчас вам всё рассказать. Да, в первую очередь, пожалуйста, выключите звук на телефонах, чтобы не мешать нашим докладчикам. И давайте поблагодарим наших партнёров бурными аплодисментами, благодаря которым мы сейчас с вами здесь собрались. И я на сцену приглашаю представителя нашего генерального партнёра Garage Aid. Это Кристина Маковей. Ура! Коллеги помогают делать нам конференцию сильно интереснее. Стенды вы все видели, сейчас вам про них расскажут. Большое спасибо. Меня зовут Кристина, я представитель компании Garage Aid. Ребята, очень здорово быть сегодня здесь, быть сегодня со всеми вами. И большая благодарность организаторам за эту прекрасную возможность встретиться, поделиться опытом, обменяться решениями, которые вы применяете в своих компаниях, поделиться своим видением на то, что происходит. Сейчас как никогда хочется общаться, хочется делиться опытом и думать о будущем, желательно прекрасном и безоблачном. Поэтому обязательно подходите к нам, поделиться, развлечься, просто пообщаться, если захочется. Мы будем всех ждать на нашем стенде. И желаю всем прекрасной конференции. Спасибо. Спасибо, Кристина. Да, я от лица всех других спонсоров добавлю, что приходите к ним тоже, потому что у них тоже куча всего интересного и занятного. Это вот эти люди помогали нам и помогают делать про конференцию уже какой год. Если вы вдруг увидите человека вот с такого цвета бэджиком, то он виновен в контенте и в том, что вы будете слушать. Мы с каждым годом, я устаю считать, сколько лет опыта у этих замечательных людей. Последний раз, когда я считал, было чуть больше 250. Поэтому, наверное, мы делаем вид, что мы знаем, что вам предложить послушать. И немножко расскажу о программе. У нас есть четыре больших направления. Они в бэджиках. Их можно найти. Мы постарались покрыть практически все темы, которые чаще всего касаются работы лидов. И в первую очередь обратите внимание на два слова «оптимизируй». Это про себя и про команду. По большому счету это основной вектор нашей конференции. Это про то, как развиваться самому, про то, как развивать своих коллег, про то, как улучшать их работу, как улучшать процессы, как где-то что-то менять, взаимодействовать с другими подразделениями. В общем, это тот уровень, когда вы уже непосредственно напрямую постоянно с кем-то общаетесь. В этот раз мы притащили очень интересных людей в секцию «Кругозор». Это профессиональные ученые со степенями, которые будут рассказывать вещи, которые напрямую не связаны с работой руководителя, но при этом они покрывают те или иные вещи, которые в нашей жизни, без которых очень сложно. Там будет немножко про психологию, немножко про сон. В общем, следите за программой. Кстати, о программе. Она у нас достаточно обширная. Кроме докладов есть еще митапы, которые будут проходить в желтом зале, если я ничего не путаю. И, в принципе, вы можете общаться в кулуарах. У нас есть зон для нетворкинга. Есть, опять же, стенды партнеров, около которых традиционно устраиваются всякие дискуссии, всякие мероприятия. В общем, ходите, смотрите, присматривайте, что интересно. Обязательно принимайте в этом участие. Там раздают всякие призы и прочее. Важный очень момент. После каждого доклада на последнем слайде будет QR-код. Этот QR-код ведет на систему нашего внутреннего голосования. Пожалуйста, не ленитесь, нажмите пару кнопок в телефоне для того, чтобы высказать свою точку зрения по докладу. Это важно докладчикам, это важно очень нам, потому что мы на основании ваших оценок, на основании тех пожеланий, которые вы так или иначе имеете, мы формируем сетку следующей программы. Темлит исторически именно так и формируется. Мы следим за состоянием индустрии, за состоянием тусовки. Есть чатик «Боль темлита», где 5000 человек, я его регулярно читаю. И оттуда мы выковыриваем тоже темы. Поэтому, если вы хотите что-то предложить, предлагайте, и мы это обязательно учтем. В программе вот в этой вы найдете только заголовки, и вот эти волшебные цифры вас отведут на брошюру, которую можно взять где-то там. Можно взять на стенде с раздаткой онтика. И еще такой момент. У нас такие же цифры все продублированы не только в бейджи, не только в брошюре, но и на колоннах возле каждого зала. Хотела бы добавить то, что у нас видеозаписи докладов не будет. Цифровых куларов у нас… А, видите, про прощения. Видеозаписи докладов, конечно же, будут. Не будет трансляции видеозаписи мастер-классов и воркшопов, которые у нас будут проходить в двух залах, как уже сказал Роман. В зеленом – это мастер-классы от Aletea Digital и в желтом, там у нас будут собраны также воркшопы. Цифровых куларов не будет, поэтому участники из онлайна, пожалуйста, подключайтесь к нам в Гекаты. Также прошу обратить внимание, пожалуйста, запомните, вот здесь расположение всех важных локаций у нас на схеме. Если что, все отмечено также у вас в бейджи, вся информация здесь есть в этой маленькой и удобной книжечке. По поводу Гекаты. Онлайн-участники могут подключаться с вопросами прямо в прямом эфире и задавать вопросы спикерам. Вы можете найти вот эту кнопочку под плеером. У нас на доклады дается 50-60 минут вместе с вопросами, правильно, Роман? Да, на самом деле доклады обычно занимают чуть меньше времени, они занимают где-то от 35 до 40 минут. Мы стараемся оставить время для вопросов. Если вдруг вы, ну, во-первых, конечно же, не стесняетесь их задавать, если вдруг ваш вопрос остался неотвеченным, вы можете поймать спикера, мы всех спикеров просим после доклада еще какое-то время провести в кулуарах. Там есть специальные столбики, на которых написано, что здесь будет спикер. По опыту предыдущей конференции до 4 часов спикер проводил со слушателями, отвечая на их вопросы. Поэтому вы можете спокойно быть за то, что ваш ответ будет получен. Плюс вы можете просто ловить ребят. Я, к сожалению, не успел запомнить, какого цвета у них бэджики, но они отличаются от вашего цвета. О, черные. Ловить человека с черным бэджиком – это докладчик. Можете у него что-нибудь спросить. Если это ваш кумир уже состоявшийся, вы можете ходить за ним весь день и спрашивать за ним весь день. Мы очень просили докладчиков всегда быть открытыми и общаться с вами. Мы, как сказал Олег, мы всегда про общение, мы за общение. И, в принципе, любые вопросы мы стараемся решать через общение. Чему я, как говорится, вам и советую следовать. Остались? О, самый важный момент. Самый важный момент. Мы будем вас кормить, конечно, все как обычно. У нас есть три слота на каждый день. В 12.00, в 13.00 и в 14.00. Если вы увидите, что интересный вам для вас доклад пересекается с вашим временным слотом для обедов, то вы можете подойти на стойку регистрации и поменять свой талончик на удобное для вас время. И, да, выкладывайте фотографии, выкладывайте посты с нашим хэштегом «Сентим Литкомф 2022». Приходите на наш стенд «Онтика» и получайте классный мерч от нас. Да, это наши чатики, канальчики и всякие другие штуки. Там на входе стоит злобный бот учить арифметику. Правда, по-моему, его выключили. А если вдруг кого-то забанили, напишите мне, я вас разбаню. Потому что сегодня утро показало, что далеко не все справляются с примером 5 плюс 1. И человек 100 ушло в бан. Не знаю, бот ли это виноват, либо утро. В общем, друзья, это же наш последний слайд. Да, вот наш последний слайд, он же первый. Давайте проведем это время с пользой. Еще раз большое спасибо, что пришли. Приятно вам провести время. И поехали. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ